В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. В жилом доме на Сахарова заложено 3 килограмма тротила. Сегодня днем с таким заявлением в полицию позвонил аноним. На место сразу выехали спецслужбы. С девятиэтажки эвакуировали около 200 человек. В ходе обследования дома и прилегающей к нему территории взрывчатку не обнаружили. Теперь поиском телефонного террориста займется следственно-оперативная группа. Шутнику может грозить от двух до шести лет тюрьмы. Одесская область снова оказалась в плену снежной стихии. Снегопад на севере и проливной дождь на юге внесли свои коррективы в жизнь региона. И в первую очередь ситуацию на дорогах. Киевскую трассу почти на весь день перекрыли для движения крупногабаритного транспорта. Ликвидировали последствия стихии и регулировали движение значительные силы. Дальше с последствия атаки балканского циклона в материале корреспондентов репортера. Сильные метели крайне затруднили движение на Киевской трассе. В 10 километрах от Одессы выставили кордон патрульной полиции, которая предупреждала перекрытие трассы и необходимости водителям фур переждать непогоду. Трассу Одесса-Киев для фур и грузовиков закрыли еще утром. В районе Алтестова с вечера шел сильный снегопад. Некоторые участки дороги сковало льдом. Вынужденным пристанищем для крупного габарита стали автозаправки, расположенные вдоль трассы. Через полицейские кордоны пропускают только легковой транспорт и рейсовые автобусы. Исключения делают только для фур, которые везут скоропортящиеся продукты. На некоторых заправках в ожидании открытия дороги скопили сотни фур. Дальнобойщики говорят, что понимают ситуацию и готовы ждать полного возобновления движения по трассе. Надеются, что это произойдет быстро. Такие меры предосторожности были вызваны многочисленными авариями, когда водители, не справившись с управлением, вылетали в кювет. Усилиями сотрудников ГСЧС трассу расчистили. И в 16.20 проезд для фур был открыт. Юлиан Аксенов, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». И в эти минуты в обл. администрации губернатор совещается с подчиненными на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды в регионе. Следит за происходящим Полина Корюк. Полина, приветствую тебя. Расскажи, какие решения приняты и когда на дорогах региона полностью возобновится движение. Мы находимся в обл. гос. администрации, где сейчас подходит к концу заседание оперативного штаба во главе с губернатором. Сегодня здесь обсуждались вопросы погодных условий, а также ситуации на дорогах области за сегодняшние сутки. Отметим, гидромедцентр сообщил о том, что туман и гололед будет наблюдаться на дорогах областного и международного значения еще до завтрашнего утра. После этого ситуация с погодой обещает улучшиться. Кроме того, губернатор отметил ненадлежащую работу своих подчиненных, в связи с чем сегодня на некоторых участках дорог наблюдались пробки, а также несколько машин вылетело в кювет. Об этом далее. В Любашевском районе, в Ивановском районе, машина вылетела в кювет. В Березьевском районе вылетела в кювет. Это какой должен быть гололед, чтобы это происходило. Что необходимо делать? Вот скажите мне, пожалуйста, что вам не хватает, чтобы у нас не происходило таких вещей? Я понимаю, что есть снег, я понимаю, что... Ну, он же не зненадька. В нас сечень месяц, не серпень, когда пошел снег, и мы все в шоции. Сечень, правда? И где снег, это бывает. И мы с вами это понимаем. Больше того, есть соответственно, сейчас, с уроком всех техники и всех социальных мережек. Мы знаем, что снег будет идти, и мы сразу можем готовиться и выводить сразу технику. Принайменно на трассы международного значения. Спасибо, Полина. Репортер продолжит следить за ситуацией. Подробности вы узнаете в ближайших выпусках. На календаре января за окном настоящая осень. Серое небо, плюс шесть и обильный дождь. Некоторые улицы особенно пострадали от непогоды, например, Армейская. Дорога здесь днем была полностью залита. Проезжающие автомобили щедро орошали пешеходов дождевой водой с ног до головы. Да и сами тротуары местами были подтоплены. Во время дождя Армейская превращается в настоящую улицу реку. Мы видим, что местами вода достает аж до бордюра. Но это далеко не предел. Здесь бывает и такое, что тротуар во время дождя затоплен полностью. Часто вот затапливает так Армейская? Да, часто. Это большая проблема с тех пор, как я учусь еще в политехе. То есть добираться в политехе нужно по-любому пробираться через эту улицу. А я живу в общежитии. Поэтому, да, буквально каждый раз, когда дождь. Скажите, а часто вот такая ситуация на Армейской во время дождя? Да, постоянно. Да, летом на матрасах люди плавают. Никаких нет водоотводов или если нет, то они забиты. То есть обслуживание не производится сто процентов. Ужасно. Вот видите, вот здесь вот затоплено. Вот у нас там гараж. Один раз был такой потоп, что вообще вот по стекла всем люди ремонтировали машины. Вот там вот гаражи. Это кошмар. Это вот здесь вот закрыли что-то, понимаете. И, ну, канализацию или вы поняли меня, да? И вода вот чуть-чуть дождик. Это же небольшой дождь. Уже вот такая катастрофа. Обращались вроде к депутатам, насколько я знаю. И вот в местное... Да, да. Вот пока ничего. Скандал в 203-м детсаду Яслях на поселке Котовского. Помощница воспитателя в присутствии других детей оскорбила ребенка. Няне не понравилось, что малыш громко напевал мелодию. Инцидент случайно сняла мама одной из воспитанниц дошкольного учреждения. Что там в дебильном ребенке играет? Это он. Это он дебильный. В течение суток после публикации видео и выяснения обстоятельств няню уволили. В департаменте образования подобного рода высказывания в адрес детей считают недопустимыми. Департамент освіти проведет, соответственно, нараду с всеми заведующими навчальными дошкольных закладами в Одессе. Потому что для нас это действительно прикрой. Випадок, который не имеет места в системе освіти, тем больше в работе с дошкольниками, с детьми маленького века. Тем временем число детей, заболевших корью в Килийском районе, достигло 71. По одному ребенку в Килие и Васильевке и 69 детей в селе Шевченково. Шесть детей госпитализированы. Трое из них проходят лечение в Одессе. Трое под наблюдением в инфекционном отделении Килийской больницы. С начала недели в Килийской объединенной территориальной громаде введен карантин. Занятия в школах приостановлены. В основном они проходят лечение амбулаторно дома. Поскольку, слава Богу, как я уже сказал, лечение болезни в основном легкое. Поэтому у нас госпитализировано шесть детей, которые находятся в тяжелом состоянии. Трое из них в областной детской больнице и трое у нас в инфекционном отделении в Килие. Остальные находятся под наблюдением врачей, в постоянном контакте, но проходят лечение амбулаторно. При незаболевшей пока не инфекцировано от случаев заболевания взрослых. 20-летняя борьба со СПИДом в Одессе оказалась эффективной. Процент диагностирования заболевания вырос, смертность снизилась в три раза. Об этом сообщили в городском центре профилактики борьбы с ВИЧ-инфекциями. Особенно это касается беременных женщин. Благодаря программам вертикальной трансмиссии с 2004 года у ВИЧ-инфицированных мам родилось почти 6 тысяч здоровых детей. Это 92% случаев. Если в 1999 году принималось порядка 5 тысяч населения в год, то в 2018 году мы более 32 тысяч приняли жителей города с диагнозом, без диагноза и так далее. Есть первичные, есть вторичные. Есть, вот считайте, если в начале года, допустим, в 1999 году было выявлено более 600 случаев ВИЧ-инфекции, то в этом году, в 2018, я имею в виду, отчетном году, у нас около 2000 было выявлено ВИЧ-инфицированных. Всего сейчас в Одессе зафиксировано около 12 тысяч случаев, но не все больные проходят лечение. Изменена методика и стратегия выявляемости ВИЧ-инфекции. Многие люди ходят, еще не знают о своем статусе. Поэтому наша задача сегодня максимально выявить у людей и сказать, что сегодня они имеют право протестироваться, они могут сегодня получить терапию бесплатно, они могут сегодня наблюдать свое здоровье и жить столько, сколько предписано Всевышнему. Последствия медреформы в Одессе уже не хватает семейных врачей, в то время как половина взрослого населения не успела подписать соответствующие декларации. Об этом заявили в Гордепартаменте здравоохранения и в центрах первичной медико-санитарной помощи. Большинство медиков уже набрали необходимое количество пациентов. Семейные врачи по 1800 человек, педиатры по 900 детей, терапевты по 2000 пациентов. Чтобы не снижалось качество работы, врачи больше не могут заключать декларации с пациентами, хотя одесситы продолжают к ним обращаться. К этому дню договоры с семейными врачами заключили 50% взрослого населения города и 90% детей. Сегодня уже есть определенный процент врачей, который набрал максимальное количество пациентов. И к большому сожалению, сегодня есть желающие подписать декларацию с этим доктором, но доктор вправе отказать. Почему? Потому что нагрузка действительно большая, и качественно оказать медицинскую помощь у населения больше, чем 1800 на одного врача, очень и очень сложно. В перечень бесплатных услуг, которые предоставляют горожанам после составления декларации, входят наблюдения врача за здоровьем пациента с обследованием, выдача больничного, анализы, кардиограмма, тесты на ВИЧ, гепатит и беременность. В детский пакет также входят 20 обследований до 3 лет. Но при этом семейный врач теперь не обязан выезжать домой к пациенту. За это надо платить отдельно. Я отвлекаю, а ты действуй в Одессе. Пока один грабитель засыпал автовладельца вопросами, второй похитил из салона сумку с полсотни гривен. С места преступления мужчины скрылись на автомобиле. Пострадавший сразу обратился в полицию. Оперативники задержали двоих воришек. Оба оказались ранее судимыми. В их автомобиле нашли похищенную сумку. Мужчинам теперь грозит тюремный срок от 4 до 6 лет. В теперешний час, за указанным фактом, следственным отделом Шевченковского отделения полиции внесены видимости до единого регистра досудовых расследований за ознаками злочинного, предвиденного ст. 186, ч. 2 ККУ. Пограбование. Указаны особи, затриманные в порядке ст. 208 ККУ. Попался на горячем. Чиновника Савранской райадминистрации Одесской области задержали во время попытки дать взятку следователю. С помощью 12 тысяч гривен он хотел договориться о закрытии уголовного производства по факту подделки документов. Ранее чиновник обнаружили липовый диплом о высшем образовании. В рамках захисту системи Національної поліції України за попередню перевірену інформацію були внесені відомості до единого реєстру досудових розслідувань про скоєння кримінального правопорушення. Житими спільними заходами оперативних працівників Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки, Котовської міжрайонної прокуратури та слідчими слідчого управління ГОНП в Одеській області правопорушник був затриманий. На теперішній час, за даним фактом, розпочаток кримінального провадження ст. 369 Кримінального кодексу України «Дача Хабаря». Благотворительний фонд «Корпорация Монстров» може остаться без крова над головой. Долгое время аренду помещения, где реализовуються все проекты фонда, зарплату сотрудникам оплачивал один із попечителей. С этой його постоянно упрекали. Мол, таким образом, мужчина хоче обратити на себе внимание, а фонд намерен использовать своих подопечних на выборах. «Нас постоянно обвиняли в том, что это все связано с политикой, и он связан с политикой, хотя он с ней совсем не связан. И вот мы приняли решение, особенно учитывая, что идут выборы, для того, чтобы никогда больше никто нас не обвинил, в том, что мы кормим стариков, для того, чтобы потом как-то это использовать, выйти в народ и попросить помощи людей, для того, чтобы быть независимыми». Теперь фонд ищет бесплатное помещение, подходящее для своих многочисленных благотворительных проектов. «Это 200-250 квадратных метров, это обязательно первый этаж, потому что 80% наших подопечных – это люди старше 70-75 лет, и им очень сложно спускаться в подвалы. Нам предлагали здание за эти годы, но это все не подходило нам. То есть это должен быть первый этаж, это должен быть обязательно Приморский район, потому что очень много наших подопечных из Приморского района». В Одессе появился ящик добра. Любой неравнодушный, кто хочет помочь голодающим, может прийти на Люздорскую дорогу 29 и поделиться продуктами, которые можно долго хранить. Волонтеров порадуют сахар, макароны, крупы и консервы. Также желающие могут бесплатно взять буханку хлеба. Организаторы планируют раздавать пищу каждую неделю. В будущем такие ящики появятся во всем городе. «Главная функция – это то, что у нас существуют слои населения, которые не могут себе все позволить. То есть люди, которые распространяют это все у нас на Фейсбуке или в социальных сетях, в том же Инстаграме, они между собой делятся. Люди приходят, ложат несколько портящихся продуктов туда. В дальнейшем мы планируем это раздавать. В соцсетях дадим информацию, дадим рекламу, что вот сегодня в такое-то время мы будем раздавать продукты нуждающимся. Упакуем их, к примеру, в кулечки какие-то. И тут у нас, на нашем районе, существует тоже много людей, которым не помешала бы такая помощь». Одесская теннисистка Элина Светолина, увы, не смогла выйти в полуфинал открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале она проиграла четвертый ракетский турнир Наоми Асаки из Японии 4-6 и 1-6. Для Светолина это был четвертый четвертьфинал на турнирах Большого шлема и второй на Австралии Анопен. Футболисты клуба «Балканы», которые представляют Саратский район Одесской области и играют в первой лиге чемпионата Украины, начали подготовку к весенней части турнира. Команда тренируется в Одессе пока что раз в день, а в субботу проведет товарищеский матч против молодежного состава черноморца. В планах у «Балкан» также сыграть с представителями чемпионата Молдовы. После тренировок в Одессе во второй половине февраля команда на две недели отправится на сборы в Турцию. «20 числа у нас уже запланирован в Валет Турцию, там мы пробудем 16 полных дней и там тоже будут четыре игры контрольных. Пока знаем, что будут датчане, мы всегда первую игру там и в том году играли с датчанами. Будет, скорее всего, что Аболонь последняя игра и вот две игры хотим тоже с других стран, как в том году мы с чемпионами Киргизии играли и с премьер-лигой Казахстана, то есть или белорусы, это в процессе». «Мы вернемся 7 числа, начинается чемпионат 23-го в Рухе, чтобы адаптироваться все равно к нашим реалиям. По-любому климат немножко разный, чтобы мы могли быть приспособлены, тем более играем во Львове немножко по-другому». «Отличное настроение, я думаю, как и все футболисты после отпуска соскучились за футболом и готовы тренироваться, доказывать, что мы достойны чего-то лучшего, достигать новых целей». Существенных изменений в Балканах, скорее всего, не будет. Команду покинул только лучший бомбардир в прошлогоднем чемпионате Владислав Кабанюк. Сейчас два футболиста находятся в клубе на просмотре. Не хватило пяти ударов. Одесская соблистка Маргарита Смирнова остановилась в одном шаге от медали на этапе Кубка мира по фехтованию, что помешало ей привести домой награду, травма или психологическое выгорание. Наши корреспонденты расскажут подробнее. Пять из шести побед – так начался этап в Испании для одесской соблистки Маргариты Смирновой. За вход 64 Марго обыграла спортсменку из Алжира, за 32 – россиянку, а за 16 ей пришлось встретиться с подругой по сборной – Валерией Проченко. Правда, на дорожке ни о какой дружбе речи и не шло. Смирнова выиграла с счетом 15-10. Я до последнего никогда не знала, с кем я фехтую следующий бой. И когда я попала на одну дорожку фехтовать с Лерой Проченко, и когда фехтую я, а следующий бой фехтует Лера Проченко, я поняла, что я попала на украинку, а я ненавижу попадать на своих. И, в общем-то, у меня было небольшое волнение. Следующий бой для Марго вышел не менее сложным. За вход в восьмерку ее соперницей стала Венгерка, которая на прошлом турнире обыграла Маргариту с разницей в один удар. На этот раз ситуация повторилась, но уже в пользу одесской саблистки. До медали Марго не хватило всего пяти ударов. С счетом 15-10 она проиграла Польке, которая в итоге заняла второе место. Свой проигрыш Маргарита объясняет травмой руки. Морально она была готова выиграть, а вот физически не особо. Тут меня подвела, наверное, моя травма в руке, потому что она меня очень сильно немеет, у меня сабля выпадала почти каждый удар, я просто не могла ее привести в порядок. И плюс я очень сильно устала, потому что у меня, начиная с входа в 64 были достаточно тяжелые бои. Уже на этих выходных для нашей саблистки пройдет последний всеукраинский турнир среди юниоров. В следующем году Смирнова перейдет в старшую возрастную категорию, ну а пока впереди чемпионат Украины, Европы и мира. Так что удачи Марго точно пригодится. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. До скорого.